Мы продолжим экскурсию по центру, я хочу представить Алину Калёвскую, руководитель Центра экономических ресурсов, ну и я Мария Белоус, администратор Кориции Про-Отход. Значит, мы сейчас немножко сократим, вот по регламенту 15 минут мы расскажем про нашу площадку и потом уже перейдем к нашему воспитанию. Значит, с самого начала сюда подошли люди, мы находимся все в Центре экономии ресурсов на Флаконе. Это эколога-простительская площадка, которая сделана для людей в первую очередь, для жителей Москвы, чтобы они узнавали о проблеме, о различных экологических проблемах, знали, что есть такое место в Москве, куда можно прийти, задать вопросы, узнать что-то новое. чтобы знали, что сюда можно привезти детей, опять-таки для того, чтобы какой-то урок провели на экологических темах, национально-беспроблемые отходы в частности. Вот. Эта площадка была создана нами, вот Алиной, мной и нам очень многие люди помогали, коалицией про отходы. Три года назад наша организация, которая является общественным объединением, просто объединением инициативных людей на таких периодически, раз в месяц, раз в портал, проводила различные просветительские мероприятия на тему отходов. В основном мы это делали в парках московских, ставили такие просветительские пункты приемов как сырья, где принимали людей в пакулатуру, пластик, стекло, рассказывали зачем мы это делаем, где в Москве еще это можно сделать. и один год делали летом, такие мероприятия второй год делали летом. Поняли, что уже необходимо создавать какую-то постоянную точку, потому что разные мероприятия хорошо, но как бы одно ухо залетело, другое вылетело. И решили, что нужно сделать постоянную полно-проститетскую площадку, к тому же в Москве такого места не было и до сих пор нет. где на постоянной основе ввелась бурково-пластическая вещь. И опять, я уточню финансовый момент, да, в пункте мы когда были, я тоже вам об этом говорила. Этот проект был создан как народный проект на деньги людей. Где-то треть расходов на ремонт и оборудование этой площадки это были пожертвования, люди, которые нас знали, которые с нами волонтерили. А вон там даже имена некоторых написаны. Да, у нас есть такой благодарственный плакат этим людям. Другую часть, тоже где-то треть, нам помогли юридические лица. Например, у нас во всем центре светодиодное освещение компания «Оптаган», санкт-петербургская, нам безвозмездно передала свое оборудование. И третья часть это уже наши личные вложения, кредиты и т. И такими совместными усилиями вот это место было сделано настолько, насколько это было возможно. Из того, что у нас было, я считаю, мы сделали максимально. И идея нашей площадки в том, чтобы объединять теорию правды. То есть, с одной стороны, мы сами проводим какие-то лекции, семинары. Мы, конечно, специализируемся на теме отходов, потому что с этого мы начали. Это так у нас болит. Мы в этом постоянно разбираемся, разбираемся. Поэтому рассказываем людям в основном про тему отходов. Но мы прекрасно понимаем, что отходы – это всего лишь часть психологических проблем. И нельзя их отдельно выделять. Нужно говорить в целом про проблемы климата, и ограничение воздуха, и ограничение воды, и питание, и жизнь в мегаполисе. В общем, это большой-большой комплекс проблем. Поэтому мы приглашаемся на лекторов, которые рассказывают на другие темы занятий. Но человек, когда узнает что-то, мы хотим, чтобы он начинал что-то делать. Поэтому мы хотим объединять теорию и практику. Практическая часть у нас представлена в первую очередь от пунктов приема. Потому что люди, когда приходят к нам на лекцию, могут с собой принести свою макулатуру, свои батарейки и оставить у нас. Что, собственно, и происходит. Вторая часть практическая. У нас есть небольшая площадка. Там где-нибудь гардероб. Напротив, мы видим витрины. За ними, там, четырнадцать квадратных метров у нас отходено для магазинов. Магазин и товары. Дело в том, чтобы собрать максимально экологические вещи для быта и жизни человека, которые, по нашим критериям, были действительно экологичны. Сейчас, к сожалению, тема экологии достаточно модная. И многие используют ее просто для рекламы. Но при этом ничего общего с экологией не имеет. Наши критерии – это, желательно, производство в месте, где мы живем. В Москве, в Подмосковье. Без использования лишней упаковки. Без использования опасных каких-то веществ. И третья часть, как человек может практически поучаствовать, перейти от теории к практике, это поучаствовать в мероприятиях, которые мы организуем для нашего волонтерского центра. Это мероприятия, связанные как с уборками, связанные с помощью природной территории, и связанные, конечно, с просветительскими мероприятиями, которые мы тоже регулярно проводим. Не вне стен нашего центра, а вот в городе. И люди таким образом действительно как бы могут делать первые шаги для того, чтобы не только узнать, но уже начать что-то делать. Музей совсем недавно у нас появился, пока что мы его еще не довели до конечного результата, потому что стендовая часть уже закончена, музей переработки отходов. А сейчас мы дорабатываем нашу часть с экспонатом. То есть это как раз вот разные виды пластика, разные виды материалов, которые получаются из переработанных отходов, что из этого делают. Для расположения экспонатов вот у нас предусмотрены четыре витрины. Ну и вообще музей организован по видам наиболее распространенных отходов. То есть мы знакомим людей с тем, что есть, собственно, пищевые отходы, что такое бумага, какие ресурсы затрачиваются на производство первичных продуктов, пластик, металл, стекло, опасные, электронный лом. И рассказываем, каким образом это все перерабатывается и что в итоге получается. Также у нас есть большая такая интерактивная витрина. Ну давай частично ее. Давай. Ну давай. Она вмонтирована в пол. Вы не стеснялись. Вы расскажите поподробнее. То есть мы можем все найти, да? Конечно. Значит, здесь мы, наверное, людям показываем, что происходит в течение месяцевых годов. То есть это вот тот стандарт 500 литров отходов в месяц производит семья из четырех человек. Конкретные прям две семьи у нас. Да, 500 литров. Ну, очень многие люди приходят и говорят, что-то мало. Что-то мало. Это визуальный обман, потому что все-таки... Либо, действительно, он может быть немножко не соответствует. Что-то по объему. По-моему, 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 по-моему. Да, конечно. Объемы потребления у всех разные. Кто-то может... Только если съел в месяц. 100 килограмм производить. Кто-то может... Ну, четыре человека в семье съесть. Да. И здесь сразу можно... Они едят. Они едят. Здесь сразу можно изучить морфологический состав отходов примерно, да? Вот у нас пищевые отходы. Так, обозначены условно. Соответственно, можно увидеть, что примерно половина из этих отходов уже сейчас в Москве можно выделить. Выделить из общего отхода мусора и сдать на переработку. Это вот стекло металл. Это пэт-бутылка. Это частично другие виды пластика. И макулатура. Макулатура в виде газеты, бумаги и макулатура в виде упаковки. То есть это вот то, что достаточно просто можно сейчас дать в Москве. Сложнее с упаковкой Петропавка, когда она активно вмещает другие виды упаковок. Мы не сами были удивлены, насколько много упаковки Петропавка сейчас в отходах. Вот. И вот эта вот оставшаяся часть – это мусор, который, к сожалению, никуда не деть. Это вот этот вот гидер-упаковка. Пакеты ничто не перерабатывают. Пакеты, честно, где мусор. Технология есть, привозка несложная, но… Но по факту никто не перерабатывает. Да. И вот эта вот часть прочих отходов, часть из которых – опасные отходы. Это тоже проблемная такая тема. Потаики втутные градусы, да? Да. Ну, втутная лампа здесь у нас, электронная техника, краска. Мобитру тоже еще. Это же проездной, да? Это что я… Проездной, ну, многокомпонентные отходы, когда здесь и бумага, и металл, да. И пленка. Вот. Это тоже экспонат, с которым мы работаем. Вот там, как наши занятия, как с отжировками, так и с детьми. Ну, вот, наверное, я вас познакомила вкратце с оборудованием. Не знаю, что… Можно еще добавить просто, что на нашем сайте есть программа, практически ежедневно. На самом деле уже сейчас ежедневно проходит занятие. Это больше, чем даже одно занятие бывает в день. То есть с утра мы принимаем детские группы, во второй половине дня у нас лекции или семинары, или мастер-классы для взрослой аудитории. Поэтому вот можно, если интересно, кому-то приходить посмотреть тоже в нашем программе. Все записи по интернету, да? Да. То есть любая группа из Москвы может записаться, войти в график? Да. Там есть все телефоны, все контакты. В общем, можно ходить на связь и приходить к нам просвещаться либо на заявленные программы, либо что-то хотеть отдельно, да, и в свободное время мы можем как-то договориться. Да. То есть есть разные формы. Также небольшую ремарочку по финансовой части, да, как я раз обещала знакомить. Мы создали центр, вот я вам рассказала, на какие деньги мы создали, продолжаем существовать мы на те деньги, которые приносят люди к нам, посещая наши лекции. Работаем мы в формате свободных пожертвований. Тоже приучаем хоть чуть-чуть жителей Москвы к такому формату. Ну, может быть, уже присядем. Завернемся, да? Так, кстати. Мы сегодня делаем все как бы. Ты, кстати, меня не забудешь, нам все оставить. И теперь все оставим. Ну, а что? Ну, да. Можно добавить снова бутылочки. Спасибо. Ну, подумай. Ну, как хочешь. Давай, центр твой тебе решать. Да, знакомимся с форматом свободных пожертвований. Этот формат не знаком, к сожалению, россиянам. Формат заключается в том, что человек приходит и по итогу мероприятия, если ему понравилось, он может оставить больше денег, если у него есть возможность, да. если у него нет возможности, всякое бывает, да, то он может вообще ничего не оставлять, то есть никакой фиксированной платы за вход нет. Есть рекомендованная плата, которую мы, как бы, ну, говорим, что, ну, пожалуйста, вот, меньше 100 рублей, мы просто как бы не сможем выжить, да, если вы будете сказать столько. Ну, если вам сегодня у нас понравится, вы можете, да, вот, поставить. Там у нас есть вот коробочка как раз. Да, эта часть, это взрослая программа, и вторая часть, в которой мы, собственно, зарабатываем деньги, и, как ни странно, это детская программа, потому что родительские комитеты уже за детскую группу, они готовы заплатить. И вот эти вот два источника, на которые мы оплачиваем аренду данного центра и оплачиваем доплату вот для меня, для Алины, и еще у нас есть коллега, которая помогает нам всем этим заниматься, это Инга. Вот, так что теперь вы про нас все знаете. И сейчас, если нет никакого возражения, вопросов, я бы уже пришла к своей части доплаты, где вот, насколько я принимала цель сегодняшнего нашего заседания, рассказать о том, какие положительные проекты в Москве реализуются, какие есть проблемы, на наш взгляд, вот с точки зрения общественности, и какие, на наш взгляд, можно было бы предпринять шаги. Правильно, да? 100%. Ну, тогда я плавно перейду к этой части. Ну, вы, пожалуйста, задавайте мне, вопрос. У нас есть определенные регламенты, у нас есть практика, чтобы вам не мешать, вы сначала нам расскажете то, что вы считаете нужным, и мы, конечно, все спросим. И обсудим. И обсудим. И дайте сейчас будем привезти. Чтобы вас просто не перебивать. Ладно. Угу. Да, выключите. Всем удобно, всем удобно. Угу. 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 Еще раз хочу немного остановиться на том, что это за организация, такая коалиция про отходы. Основной проект которой является Центр экономии ресурсов, где вы находитесь. Мы представляем объединение лидеров различных движений и просто инициативных людей, которые хотят делать какие-то проекты в области отходов. Вот внизу представлены логотипы этих движений. Есть очень крупные на слуху, мусора больше нет. Эко. Поменьше. И московские, и санкт-петербургские, и байкальские. Вот. Мы объединились для того, чтобы объединять свои ресурсы, ну вот, когда что-то надо сделать крупное. И на постоянной основе есть часть, ну, такая небольшая группа, которая помогает нам с текущими задачами. С администрированием сайта, с написанием статей, с выяснением каких-то там, с анализом законодательства, ну, в общем, конкретных таких решений задач. Вот. И вовне мы осуществляем деятельность в двух направлениях. Это просвещение, с чего мы начали, и что мы считаем очень важным. Работа с населением, в первую очередь, организация таких крупных просветительских мероприятий, знакомство людей с тем, с проблемой отходов, с раздельным сбором отходов, и взрослых, и детей. И второе направление, это содействие и инициирование проектов по отдельному сбору отходов. Это уже работа в большей части с юридическими лицами, и работа с представителями органов власти. Вот сейчас мы с вами встречаемся в рамках этого нашего серьезного важного направления. И сейчас я расскажу про тот позитивный опыт, который есть сейчас в Москве, который является вдохновляющим таким примером, с одной стороны. С другой стороны, является примером проектов, которые можно тиражировать. Я не буду говорить о тех проектов, которые нельзя тиражировать, с которыми вы, возможно, знакомы. Может, у вас будут вопросы. Значит, хочу представить вам проект по приему вторсырья на базе супермаркетов «Я любимый». Идея проекта в том, что рядом с супермаркетами устанавливаются контейнеры. Вот такие. Один предназначен для сбора макулатуры, другой предназначен для сбора тары. В один контейнер собирается стеклянная бутылка, пэт-бутылка и алюминиевая банка. Это является совместным проектом заготовителя, в частности, компании «Таратрейд» и супермаркета «Я любимый». Супермаркет расценивает этот проект как маркетинговый проект, возможность представления дополнительной услуги покупателям. Компания «Таратрейд» заинтересована в том, чтобы это в торсырье окупалось. Если бы «Таратрейд» обслуживала данные контейнеры просто своей газелью, как обычно, по графику едет машина, по точкам собирает торсырье, в таком виде данный проект был бы нерентабельный и он, к сожалению, должен был быть закрыт через какое-то время. И здесь часть расходов по логистике берет на себя супермаркет, поскольку большинство супермаркетов в Москве на данный момент занимаются заготовкой картона и пленки, не выбрасывают их, а продают, то им не составляет труда добавить к своему объему картона и пленки еще вот два мешка из таких контейнеров. И своим транспортом попутным, вместе с своим картоном данные отходы попадают в ресурсные центры, ну, склады такие, и уже оттуда компания «Таратрейд» вместе с картоном забирает данные в торсырье. В таком виде проект устойчивый, может, ну, в принципе, неограниченное количество времени существовать и может тиражироваться при наличии заинтересованности вот других сетей супермаркетов. К сожалению, заинтересованность других супермаркетов не очень большая. Здесь такая маленькая схемка, я хотела бы подвести такой вывод, за счет чего этот проект существует. То есть это в чистом виде инициатива бизнеса, заготовителя торсырья и супермаркетов. И заготовитель торсырья в данном случае выступает инвестором-оператором этого бизнеса. Он приобретает вальки, он осуществляет вывоз и он осуществляет инфоподдержку. Вот я вижу, Алина раздала буклеты небольшие как раз из инфоподдержки данного проекта. Это один успешный проект, который реализуется уже полгода и который было бы очень здорово, если бы распространялся дальше. Второй проект. Наверное, вы тоже уже слышали про то, что сеть магазинов «Медиамарк» с ноября, частично с января во всех, кажется, магазинах, во всей России запустила прием батареек. В торговых залах установлены небольшие такие контейнеры для сбора батареек. В подсобном помещении находится большая бочка, куда накапливаются батарейки и потом они отсылаются в Челябинск на завод «Мегаполис Ресурс» для переработки. Здесь тоже хочу обратить внимание на финансовую составляющую проекта. Инициатором данного проекта является компания «Медиамарк», сами магазины и переработчики электролома «Мегаполис Ресурс», которые решили, что помимо электролома они могут еще и переработать батарейки. Почему бы и нет? Но по тарифу. Они готовы перерабатывать батарейки за 70 рублей килограмм. Плюс транспортировка до ворот завода осуществляется заказчиками. Расходы несет заказчик. На таких условиях магазин «Медиамарк» включится в этот проект. То есть они выступают инвестором по следующим направлениям. По организации сбора, то есть приобретению контейнеров, сотрудников выделения отдельно, чтобы они все это принимали. По транспортировке до переработчика. То есть из разных городов России до Челябинска они оплачивают транспортировку. И непосредственно за переработку. Они тоже оплатят по тарифу 70 рублей килограмм. В таком виде проект тиражируемый, проект устойчивый, потому что компания «Медиамарк» понимает, что это их рекламный бюджет. Они закладывают на это деньги и ежегодно оплачивают все необходимые расходы по проекту. В связи с этим хотелось бы отметить инициативу, которая была в прошлом году в Москве. По нашим сведениям, в управляющей компании было разоблано рекомендательное письмо от департамента ЖКХ с рекомендацией организовать сбор химических источников тока. По научному это называть батареи. В итоге 7000 подъездов примерно было оборудовано контейнерами для сбора батареи, но распоряжение о том, кто должен их накапливать и кто должен подавать переработку, также бюджетов, кто должен выделять бюджеты на эти цели, такого распоряжения не последовало. Не знаю, что сейчас происходит с этим проектом, но в таком виде он неустойчивый и он может даже нанести вред в глазах населения, потому что если население увидит, что те батарейки, которые они собирали, принимая вот этот вот вызов, давайте сохранять экологию, давайте мы будем сохранять ресурсы и давайте батарейки на переработку, если они увидят, что батарейки из этого контейнера попадают в мусор, у них будет большое разочарование и недоверие к любым дальнейшим проектам на эту тему. Проблема в том, что, да, не бывает решена задача, кто переработает, кто платит за трансформировку и переработку. Вот, значит, я рассказала, да, о двух таких положительных проектах и перехожу к части, как мы видим решение, что можно было бы сделать. Нам, как общественная организация, очень-очень волнует вопрос организации сбора и переработки опасных отходов у населения. Батарейки являются небольшой частью опасных отходов, которые образуются у населения. И нам бы хотелось, чтобы вот эти вот инициативы, кстати, сборы батареек, они были расширены на более широкую линейку отходов. В частности, на просроченные лекарства, лаки, краски и так далее. Позитивным примером такого проекта является экомобиль в Санкт-Петербурге, наверное, тоже знакомый. Это проект комитета природопользования в Санкт-Петербурге. Там тоже, конечно, есть сложности, потому что там достаточно редко экомобиль проезжает по населенному, по жилому сектору, людям не очень удобно, но, тем не менее, есть возможности. Кто хочет, он всегда может сдать. Вот. Это одно. Но это в чистом виде расход бюджета. Мы это понимаем, мы говорим, что нас это волнует, да? Вот. И второе, что нам кажется, было бы правильно поддерживать вот эти инициативы бизнеса, причем бизнеса, который совершенно не связан с отраслью отходов. То есть они, вот, супермаркеты, да, там, медиамаркеты, там, продуктовый магазин, в принципе, у них нет никакой там мотивации заниматься отходами, но они, если этим занимаются, то можно их как-то поддерживать. Как-то давать им подтверждение того, что вот эта деятельность, она действительно позитивна и важна, потому что мы, ведя переговоры с другими сетями магазинов, всегда сталкиваемся с их опасениями на тот счет, что, ну, во-первых, население негативно отреагирует, а с другой стороны, их опасения связаны с тем, что вот придут проверяющие органы, дайте нам какую-нибудь письмо поддержки, это нельзя, в общем, есть серьезные опасения на этот счет. Их можно каким-то образом снять либо рекомендациями какими-то, либо письмами поддержки, поддержки, возможно, возникнут какие-то идеи. Вот, ну, это пример экономики. Вот, дальше мне хотелось бы рассмотреть часть законодательства Москвы и заключенных 15-летних контрактов, которые на данный момент уже действуют. Значит, мы знаем, да, что в Москве есть закон об отходах производства и потребления, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты должны осуществлять раздельный сбор отходов в городе Москве. И, с точки зрения законодательства, все замечательно. У нас даже предусмотрена ответственность по кодексу обыкновенных нарушений в городе Москвы, где предусмотрены штрафы за неосуществление раздельного сбора отходов, причем существенные штрафы, да, 250 тысяч на литератических лет. Более того, даже определен орган, который должен осуществлять надзор, составлять протоколы, департамент правдопользования города Москвы. К сожалению, на данный момент, не знаю почему, вот для меня, как вот просто для жителей Москвы это остается загадкой, почему при полном комплекте законодательных документов данные положения не выполняют. Я вам больше что скажу, очень многие предприятия, помимо того, мало того, что они раздельный сбор не организовывают, они и обычный вывоз не делают, они за счет фиктивных договора на вывоз мусора, а по сути все отходы в ближайшие дворы к жителям выбрасывают и все. Вот, ну, большая проблема тоже, я знаю, по центральному округу. Я, кстати, вот к Кульбачевскому направил недавно запрос по одному из таких предприятий, Русаковская, дом 12, сорт Русаковская, там, магазин, ресторан, ну, кафе. И салон-каписатом просто там комиссионную проверку проводили, и заодно еще и выявили, что там не организован раздельный сбор, вот Антон Олегович был в Моснурдуме на заседании неделю назад, я к нас тоже подошел и предупреждал такой запрос тоже направлен. Просто, мне кажется, мы не обращаемся тоже, вот, как жители, как москвичи, если мы чаще будем писать на департамент правдопользования, департамент будет проводить проверку, прям, мне кажется. Ну, мы это обсудим. Ну, да, излечество, вернее. Ну, это наболело. Но, болело, да, да. Понятно. Да, потому что мы тоже, когда приходим с какими-то инициативами, там, в те же бизнес-центры или в какие-то крупные организации говорим, давайте делать раздельный сбор, они говорят, а зачем? Мы говорим, ну, вообще-то выясним эту тему, ну, и имидж вам будет лучше. То есть сейчас бизнес рассматривает эту тему, как такое изъявление доброй воли, хотим сделаем, хотим не сделаем. А должны, как бы, все-таки понимать, что это их обязанность. Вот. А сейчас действует, ну, департаментом ЖКК заключено, вот, пять контрактов с мусоровозящими компаниями на обслуживание жилого фонда на нескольких округов города Москвы. В этих контрактах уже закреплены какие-то конкретные задачи по организации объектов по сортировке, по организации пунктов приема торт сырья населения, по выделению торт сырья из общего потока отходов. Если честно, я, как бы, ну, как бы, не могу оценивать, как бы, правильно, неправильно это действие, да, потому что, ну, все-таки это очень, как бы, глобальный проект. В любом случае, по факту, он уже есть. И с ним как-то, видимо, нужно что-то делать. Мы, как общественная организация, с первым исполнителем, ну, по контракту, с которым первый контракт был заключен по ЮЗАО МКМ Логистика, уже вели переговоры на тему исполнения их обязательств. Очень видим, что он не исполняет контрактные обязательства, вот, по каким-то конкретным пунктам, в частности, организации пунктов приема торт сырья. Здесь тоже хотелось бы, вот, услышать ваше мнение, вашу позицию, что в такой ситуации лучше делать. Вот, еще есть, а, ну, и в частности, не исполняется функция по информированию населения о том, что они предпринимают и какие делают, вот, открываются пункты в местах стоянок. И еще хотелось бы, да, сделать, обратить внимание на то, что, вот, контракты, которые заключены уже в 2014 году, они все подразумевают сбор стекла. Так, и обоснование сбора стеклотары, ну, как бы, в контракте, в тендерной документации было приведено обоснование, что стекло является таким моноотходом, легко отделяется, имеет устойчивую цену на рынке и вообще, как бы, легко реализовать его сбор. Однако в настоящее время существует очень большая проблема со сбытом стекла. Можно в дальнейшем, в будущем пригласить заготовителя тары стекольной, для того, чтобы он эксперт нам уже по этой теме рассказал. Но суть в том, что на данный момент все заготовительные предприятия стоят затарены. Это касается и Московской области, и центрального региона. И не знает, куда сбывать свой стеклобой на данный момент, потому что предприятий по переработке стекла очень мало. Стекольные заводы сейчас находятся в тяжелой ситуации и могут принимать стеклобой за бесплатно. То есть в будущем, получается, если будут выполняться требования данного контракта, мы получим еще больший объем заготовленного стекла, который непонятно куда сбывать. Соответственно, на наш взгляд, нужно каким-то образом стимулировать, поддерживать создание новых предприятий по переработке стекла. На этом слайде я собрала вместе все наши соображения на этот счет. Возвращаясь к тому, что есть законодательство в Москве, на наш взгляд, наверное, необходимо разработать какой-то подзаконный акт для юридических лиц, то есть какую-то конкретную инструкцию, где было бы рассказано, а что, собственно, нужно сделать. выделить место там, оформить его как сплат, чтобы снять все вопросы от пожарных. Вот вам список заготовительных компаний, которые занимаются макулатурой, заключаете там, и через полгода мы придем вас проверять. Ну, может быть, наверное, это могло бы выглядеть так. Потому что юридические лица, они, конечно, тоже здесь в сложной ситуации, потому что они не знают, что им, собственно, делать и как. И что им за это будет, да? Они предупредят там и не оштрафуют для соблюдения Дон пожарной безопасности. По предприятиям какие-то шаги по обеспечению контрольной функции, чтобы она выполнялась и действительно предприятия проверялись, штрафовались. То же самое, обеспечить каким-то образом выполнение вот контрактов. Ну, я думаю, мы на эту тему поговорим, да? И вот по части внутреприема, вот про стекло я уже сказала, что каким-то образом нужно решить вот эту проблему переработки стекла для того, чтобы это стекло не попадало на полигон, а если некуда будет сбыть стеклобой, то он рано или поздно все равно окажется на полигоне, чтобы все-таки были вот потребители стеклобоя. И еще одна проблема есть, что пункты приема, которые существуют на данный момент, они находятся в плачевном состоянии. То, что вы видели у нас, это идеальный пункт приема, на котором хорошо пахнет, в котором чисто, где девушка, вам ответят на все вопросы. Обычно пункты приема, конечно, выглядят совсем по-другому. Это либо гаражи, либо какие-то в закоулках очень грязные помещения, где работают нелегально люди с Павкада, и где все выглядит печально. И для человека как бы благополучного находиться там, мягко сказать, неприятно. То есть там основными поставщиками вторсырья являются либо пенсионеры, которые зарабатывают все-таки какую-то денежку на сдачу вторсырья, либо бомжи. Но даже такие пункты приема, они постоянно закрываются, их становится меньше, они переезжают, их как бы притесняют. Мы связываем, на мой взгляд это связано с тем, что нет никакой позиции со стороны города, опять-таки, по поддержанию данной деятельности. В свое время, когда вот мы открывали данный пункт, мы сначала хотели открыть его в районе Битцевского парка, потому что там у нас, ну, была такая основная точка просветительской деятельности, и мы хотели там где-то вот уже сделать постоянную точку. Обратились к местному праве с тем, чтобы они помогли нам, мы посоветовали выделить место для ведения двойной такой работы. То есть, с одной стороны, это был бы пункт, но он был бы просветительский, и нам нужна была такая площадка, мы получили просто ответ, что таких территорий нет. И мы знаем, что всегда есть проблема с выделением территорий для ведения такой деятельности. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы человек, который хочет заниматься данной деятельностью, а сейчас таких людей появляется много, они хотят заниматься этой деятельностью не потому, что они хотят там каких-то легких денег поднять, а опять-таки потому, что они хотят делать какой-то экологически значимый проект. То есть, такой малый бизнес, социальное предпринимательство, когда люди хотят в области отходов сделать что-то хорошее. Но, начиная погружаться и изучать наше законодательство, мы понимаем, что невозможно открыть пункт приема в Торстырье, который бы соответствовал всем установленным нормам по части организации хранения, получения всех разрешительных документов и прочее. В частности, наш пункт приема, он называется не пунктом приема в Торстырье, это наша долгосрочная просветительская акция. Потому что, когда мы начали разбираться со всеми вот этими правилами, которым мы должны соответствовать, мы поняли, что нам нельзя открывать пункт. И вот мы тоже в таком полу-легальном состоянии проводим долгосрочную просветительскую акцию по приему нужных вещей. Мне кажется, что нужно тоже каким-то образом облегчить для предпринимателей, начинающих предпринимателей, облегчить вот этот вот вход, чтобы было четко, прозрачно, понятно, что нужно делать, чему соответствовать и что их поддерживают, что их деятельность важна в части организации приема в Торстырье от населения. В обнимательстве это тоже очень важно. Да, и последнее. Хотел бы поговорить о диалоге между такими вот тремя столбами, которые сейчас реализуются очень сложно. мне кажется, что очень важной проблемой является то, что отсутствует орган в структуре правительства Москвы, который бы отвечал за направление переработки отходов. А есть структурное предосределение в департаменте ЖКК, что было в промышленной переработке отходов производства и потребления. И мы очень активно сотрудничали с его руководителем Адровым Александром Владимировичем. Но, соответственно, потом там были перестановки. И в настоящее время, насколько я понимаю, там нет руководителя. И штат там минимальный. Два или три человека. В таком виде это, конечно, не отдел, который может принимать какие-то решения и вообще как-то содействовать разрешению этой проблеме. На наш взгляд, очень важно все-таки выделить, создать или восстановить орган, который бы отвечал за это направление и развивал его. С которым можно было бы контактировать. Вот. И, соответственно, ну, как только он будет, конечно, сразу же уже по большей части решится вопрос с налаживанием этого канала связи, общественности и власти. Вот. Ну, а также очень важно, хочется отметить, что во всех вот этих проектах, направленных на уменьшение объемов образования отходов и переработку, необходима очень большая просветительская работа с населением. У нас очень часто ссылается на то, что российский менталитет не подготовлен к каким-либо экологическим проектам, тем более связанным в области отходов. мы, опираясь на опыт нашей работы и на опыт общения с огромным количеством людей, идем заявить о том, что менталитет, по крайней мере столичный менталитет, он уже подготовлен и более чем подготовлен к самым разным экологическим инициативам, к раздельному сбору отходов точно. Единственное, что требуется, это планомерное, ежемесячное, ежеквартальное, напоминание, работа в течение пяти лет, это уже проникнет до автоматизма и на уровне привычки мы получим системную работу. Да, мы уже получим нормального, в принципе сравнимого с европейцем, столичного жителя, который принимает участие в разделе обходов. Но эту работу нужно вести планомерно, постоянно и системно. И для этого нужно закладывать эту работу в программу разрабатываемую и также выделять бюджет на работу, как со взрослым населением, так и с детьми. Вот, мы тоже хотим обратить на это внимание. Вот, это что касается проблематики и видения наше, что можно сделать. И в завершение я хотела немного вас познакомить с форматами нашей работы, как мы работаем со взрослыми и детьми. Слушай, Маша, извините, а вот эту вот машинку твою, будет на схеме, которая как, то что он перспективнее для бизнеса сочетать раздельный сбор, то есть там, за счет объема. А слушай, а как-нибудь можно его показать? Это вот мы как раз на встрече вот с Кириллом и с Верой Станиславной. Я вот все ее показываю. Говорю, что на самом деле все говорят, что это невыгодно, невыгодно. А вот посмотрите, на самом деле вот, о коллеге говорят, что совершенно другое вот. То, что есть такой вот момент. Сейчас вот, я думаю, извините, я надеюсь вас, я не сильно сбил, но может небольшое такое разрежение, потому что это такой немаловажный момент, потому что мы в основном подняли только вот вопрос диалога общества, вот диалога и власти сейчас, а вот бизнес как-то здесь немножко ускользнул. И вот я думаю, сейчас здесь вот тоже еще много интересных картинок можно увидеть, особенно там. Ну, я думаю, как эксперты все знаете это, какой вред наносит там количество отходов. Вот, да, вот Маша, вот расскажи, пожалуйста, поподробнее вот коллегам, если это возможно. Ну, да, это, как бы, такой слайд, который мы показываем на семинарах, куда к нам часто приходят, вот как раз представители, там, офисов, бизнес-центров, у кого образуются отходы. Ну, идея в чем, мы объясняем, почему, собственно, раздельный сбор отходов, это не то, что вы делаете кому-то одолжение, это может быть еще и, ну, это экономически обосновано для вас. То есть, как происходит ситуация в обычном бизнес-офисе, где просто образуются отходы, вот эта верхняя часть, то есть у нас образуется подъем ТБО, это коричневый кирпичик, он там ежедневно, или там может быть раз в два дня загружается в мусоровоз и вывозится на полигон ТБО. За эту услугу офис хватит денег, да, если там оперировать 8-кубовым контейнером, это примерно 6 тысяч, да. В случае внедрения в офисе системы раздельного сбора отходов, мы можем часть отходов превратить во вторсырье. А что такое бизнес-центр? Это 40-50% манкулатуры. То есть, это очень легко отделяемое вторсырье и оно востребовано на рынке, очень много операторов, которые могут его увозить. Таким образом, общий объем отходов у нас от этого не меняется. Но часть ТБО, которая должна попасть на полигон, она сокращается примерно в два раза. То есть, вы либо в два раза меньше контейнеров вывозите, либо реже в два раза вывозите. Соответственно, вот расходы на вывоз ТБО на полигон можно сократить в два раза. То есть, допустим, 3 тысячи, да. При этом, если вы будете накапливать достаточно манкулатуры, если у вас есть для этого место, подсобное помещение какое-то, и, допустим, вы накопите тонну, тонну или полторы, то с этого вторсырья еще можно заработать деньги. Потому что за такими объемами обычно приезжают и платят тариф рубль за килограмм. То есть, допустим, тысячу за тонну вы еще сверху заработаете. То есть, вместо 6 тысяч при общем, при вывозе смешанных отходов на полигон, вы сокращаете затраты до 2 тысяч. То есть, это уже все считается и... Ну, сплошные плюсы. То есть, с одной стороны, для предпринимателя какая выгода? Ему меньше платят за волос ТБО, у него снижается... Как вот это, за нагрузку на окружающую среду? Да. Налоговая, как это называется? Это платеж за... Это платеж за... Да. Да, снижаются платежи. Дальше. Плюс еще можно получить... Я так просто прикинул, грубо, этот сумм, около полумиллиона экономии в год. Вот так и с 3 тысячи, вот, экономия, так вот, прикинуто, полумиллиона. Тут, как раз, ты курируешь вопросы предпринимательства. Вот смотри, тоже здесь, опять же, ты... Можно предпринимательству реализовывать его второй отход, то есть, еще и получать еще прибыль с ним. Одновременно у него здесь можно сказать, ну... Ну, нельзя надеть налогу в преференциальной экономии на таких вот государственных издержках. И ищет, соответственно, снижение нагрузки на окружающую среду. Вот это, на самом деле... Распространите, то есть, не знаю. То есть, если разрабатывать инструкцию, да, для юридических видов, то, как бы, можно сказать, как делать и, в принципе, объяснить, почему это нужно. То есть, вот наглядный, простой пример, как вот замотивировать бизнес людей. Вот сейчас вообще, а нам это нужно, а это одолжение. А никто, ну, о каких-то вещах этих не задумывается, если под хай-чек. Ну, есть этот закон, а, да, как многие говорят, а у нас еще люди там на красный свет ходят и еще что-то. А если им покажешь, то, ребята, выгода со всех сторон получает. Просто надо немножечко, там, пару месяцев поменять свой образ жизни, как курить, бросить. Сначала немножко тяжеловато, а потом нормально. Вот, я даже скажу прямо, вот мы сами вот у себя дома делаем раздельный сбор. И все, мы, да, вот там, как мы готовились, изучали вот с ребятами. То же самое, мне кажется, и с бизнесом. Особенность там, мы говорим, малый предприниматель, средний. То есть, может, там, крупному бизнес-центру, да, там, действительно, нужны и административные ресурсы, потому что там большой объем денег, ему эти три тысячи лишние, может, они ему и не нужны. Ему там, ну, тут хозяин жизни, у него тут целый бизнес-центр в центре Москвы. А вот среднему, то есть, мало говоря, вот здесь все такие вещи доносить. Не говорю, а средний малый, он просто. Ну, вот, вот. Жителям на дворовую конторную площадку сносится, это не бросает. Ну, вот, тем более, здесь и механизм работы, и соответственно. А из него уже, может, идете уже и механизм, собственно, защиты государственного реагирования. Да, Маш, извини, мы тебя перебил. Да, в принципе, это нужно было сказать. Да. 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 Продолжение следует...